К другим темам. В Новосибирске с размахом отпраздновали День России. На Михайловскую набережную пришли больше 12 тысяч человек. При этом развлекательная программа длилась целый день. Подробнее в сюжете моих коллег. На трибунах нет свободных мест. На сцене творческие коллективы области и русский академический оркестр. Жители и гости города, студенческие отряды, школьники и самые маленькие сибиряки. В первом ряду семья Азаровых. Переехали в Новосибирск из Екатеринбурга. Говорят, главное в этом празднике. Он объединяет города. Он молодой, но мне кажется, что он должен набирать обороты. Это хорошо, когда формируется дух, какое-то единение. Все-таки мы же россияне. Собрать пазл страны. Каждая деталь – регион России. Разукрасить Новосибирск на граффити-баннере. Почувствовать себя настоящим пожарным и даже поиграть в мини-футбол. Организаторы подготовили десяток интерактивных площадок для взрослых и детей. Подготовить программу с учетом того, чтобы не просто сделать праздничную программу, а что-то привить, чтобы что-то граждане знали нового, может быть, подтвердили свои знания. Зажигательная часть праздника началась вечером. Сначала выступил известный новосибирский дуэт «Алмаз», а после на сцену вышла народная артистка России Валерия. А я такая, по серпантину, шляпа слетает. А я, на пину, жить в душах было. Без декаданца я не любила твои романсы. Впервые за 27 лет истории существования праздника не было салюта. Однако в этом году новосибирцам повезло с погодой, теплой и солнечной. Как и атмосфера на Михайловской набережной. Екатерина Широкова, Александр Ведерников. Новости ОТС. Новости ОТС.